Здравствуйте! В эфире новости Дагестана. Меня зовут Фатима Буталибова и вот главные темы на сегодня. Детям с диабетом теперь не нужно выезжать за пределы республики. В детской республиканской больнице впервые установили инсулиновые помпы. Слаженная работа людей и техники. Дагестан вновь претендует на лидерство по сбору винограда. Дагестане в эндокринологическом отделении детской республиканской клинической больницы впервые стали устанавливать инсулиновые помпы детям. Теперь маленькие пациенты, больные с сахарным диабетом первого типа, получили возможность в поле комфортно и полноценно жить, не выезжая на лечение за пределы республики. Сам прибор стоит более 100 тысяч рублей и требует индивидуальной наладки для каждого пациента. Раньше для этого малышам с родителями нужно было выезжать в федеральные центры, что особенно в период пандемии нежелательно для ребенка. Теперь же эта высокотехнологичная медицинская помощь доступна рядом с домом. Сегодня мы уже установили 8 пациентам помпы Акучек-Кумба. Помпа рекомендовала себя очень хорошо. Дети на данной помпе прекрасно компенсируют сахарный диабет. Со вторника мы проводим обучение наших детишек и родителей, как правильно пользоваться помпой, проводим коррекцию. Надеемся, что это поможет скомпенсировать их сахарный диабет полностью и избежать поздних осложнений диабета. Готовность объектов ЖКХ Дагестана к зиме составляет 65%. Об этом говорили на заседании республиканского штаба по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства к осенне-зимнему периоду. Председатель правительства Абдул Патах Амирханов призвал сосредоточиться на конкретных проблемах и рисках. В числе главных проблем, как обозначил премьер-министр, по-прежнему остается рост задолженности за коммунальные услуги и изношенность коммунальных сетей. Амирханов сообщил, что на сегодняшний день готовность объектов ЖКХ к сезонной эксплуатации в среднем по республике составляет около 65%. Особое внимание должно быть обращено на необходимость заблаговременной работы по подготовке к зиме школ, детских садов, учреждений здравоохранения. Также под руководством премьер-министра прошло совещание о ходе реализации положений постановления Совета Федерации о государственной поддержке социально-экономического развития Республики Дагестан. Так было отмечено, что в республике уже завершена разработка проектно-сметной документации для строительства канализации в нескольких городах. В рамках совещания участники обсудили каждый пункт постановления и отчитались о проделанной работе. Речь шла о софинансировании с федерального бюджета строительства канализации города Кизляра, Махачкалы, канализационных очистных сооружений в городе Южно-Сухокомске и водовода Кайтак-Дзербент в городе Дзербенте. Еще одним из вопросов обсуждения стали мероприятия по второму этапу реконструкции аэропорта города Махачкалы. В Махачкале продолжается обустройство тротуаров для людей с ограниченными возможностями здоровья. Работы проводятся в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Тротуары обустраивают пандусами и безопасными съездами. Для обсуждения этого вопроса в социальном кафе состоялась встреча, где руководство столичного управления ЖКХ ответило на волнующие вопросы людей с особенностями физического и психического развития. В беседе приняли участие общественные деятели. Глава города Салман Дадаев уделяет этой проблеме особое внимание, отметили представители администрации. В случае несоответствия съезда дается указание тротуары переделывать. Подобная работа на улицах Махачкалы будет продолжена. Заседание Комитета по архитектуре, градостроительству и земельным отношениям под председательством Мариса Ильясова прошло в горсобрании Махачкалы. На повестке дня рассматривали вопрос коллективного обращения жильцов микрорайона Ватан. По информации заявителей, земельный участок, зарезервированный для строительства школы, захватили для других целей. Депутаты выехали на место, изучили вопросы и побеседовали с жителями улицы Хачалова микрорайона Ватан. Председатель МГС дал поручение направить соответствующие письма главе Махачкалы, уполномоченным структурным подразделением администрации города и в правоохранительные органы. Дагестан – лидер в стране по сбору винограда. Регион близок к тому, чтобы побить свой прошлогодний рекорд – 209 тысяч тонн урожая в год. Один из крупных виноградников находится в Дербенском районе. Там побывал и наш корреспондент Хамзан Румгамедов. Ему слово. Рабочий день начинается с утра по седьмого до трех. Хоть и тяжело, но работаем с удовольствием, говорит Каяханум Селимова. Вместе с ней в селе Татляр сбором винограда занимаются порядка полторы тысячи человек. Им помогает специальная техника. Площадь посева здесь составляет полторы тысячи гектаров. Для примера это как две тысячи футбольных полей. Мы начали с августа месяца в уборку. Там у нас Рашфорд ранние сорта, Аркадия, Лора, Августин, кишмиши разные, кишмиш-тоучистые, ну разных сортов. Вот это все убрали мы, вот частично уже потихоньку подходим к самому главному рекордстеллю. Это у нас будет на валовый сбор. В прошлом году собрали более 22 тысяч тонн винограда. Ну, думаем, в этом году уже производится этот самый, ну, чуть побольше будет. В Татляре выращивают порядка десяти видов винограда. В этом году урожай хороший, отмечает главный агроном местной агрофирмы. Они планируют побить прошлогодний рекорд по сбору солнечной ягоды. Виноградарство в Дагестане набирает популярность. Виноград культура, которая требует хорошего ухода, откликается на уход, обеспечивает высокую трудозанятость. Для юга Дагестана это очень важный фактор. Значит, почти более 20 тысяч человек в Дагестане в той или иной мере трудостроены в этой сфере. Это хорошая цифра. Наш регион в прошлом году занял первое место по общему сбору ягод. Республика собрала почти 209 тысяч тонн урожая. В этом году дагестанское сельское хозяйство планирует превысить прошлогодний показатель. В селе Чанкурби Бунагского района планируется возведение цеха по убою крупного и мелкого рогатого скота. Данный цех оснастят высокотехнологичным оборудованием. В нем будет функционировать ветеринарный кабинет, лаборатория, а также созданы условия для рабочего персонала. В перспективе руководства предприятия налаживание промышленной рубки и вакуумная фасовка мяса, а также переработка и выпуск колбасных и других изделий. Завершение строительства запланировано на начало ноября. Отмечу, что проект в конце 2020 года получил грант по линии Минсенхозпрода Дагестана. По словам руководителя ведомства, локация для строительства цеха выбрана не случайно. Село является одним из центров производства мяса в Дагестане. При каждом хозяйстве, у каждого в семье, рядом, вы здесь заметили, наверное, небольшие эти откормочные такие фермы. И в каждой ферме от 50 до 100-150 голов крупного рода скота. И эти люди занимаются круглый год производством мяса, заготовкой кормов. Рядом тем более такая мощная биржа. Росгвардейцы поздравили воспитанников социального учреждения Махачкалы с началом нового учебного года. День знаний военнослужащие посетили школу-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Руководитель военного оркестра капитан Ильяс Бегтимиров пожелал воспитанникам интерната успеха в учебе, а педагогам – терпение и мудрости. Росгвардейцы вручили ребятам комплекты со школьными принадлежностями и сладкие подарки. А военный оркестр организовал небольшой концерт, где прозвучали популярные детские и патриотические композиции. Накануне в Махачкале прошла юбилейная выставка, посвященная творческой деятельности Союза художников Дагестана. На выставке были представлены работы 13 известных в республике мастеров изобразительного и прикладного искусства. Подробнее о юбилейной выставке моя коллега. Живопись, скульптура, ювелирное дело и многое другое. Для творческого отчета эксперты выбирали работы разных жанров и техник. Все они по-своему индивидуально имеют свои краски и разный подход. Юбилейная выставка объединяет мастеров разных поколений. Каждый художник имеет свою почерк. И каждого художника надо сравнить с самим собой. Какой он сейчас, какой он взрослый, какой он несет потом вклад. Нельзя одного художника сравнивать с другим, потому что у него свой характерный почерк. Ювелир Магомед Гаджи Магомед Гаджиев представил миниатюрную версию кареты королевы Британии. Уникальная конструкция покрыта золотом и обсыпана настоящими бриллиантами. Мастер потратил на нее два года. Я ее сын показал в телефоне. Я уже не раз говорил, но сразу у меня ответ вышел. Говорю, ты что, с ума сошел, что ли? Как такую вещь сделать? Ну, еще два года я сделал фотографию. И где-то два года она еще у меня была. На разработке? На разработке. Работы многих из этих авторов не раз получали высокую оценку на международных и всероссийских выставках. Дагестанские мастера отмечены многочисленными медалями, дипломами и почетными грамотами. По теме от Ханапова, Алина Багилова, Магомед Магомедов, Новости ННТ, Махачкала. Четверо боксеров сборной Дагестана пробились в финал чемпионата России. Соревнования в эти дни проходят в Кемерово. Сегодня право оспаривать золотые медали турнира завоевали Курбан Байрамбеков, Вадим Мусаев, Джамбулат Бижамов и Шарбудин Атаев. Финальные поединки в столице Кузбасса пройдут завтра, 4 сентября. Отмечу, что призовой фонд чемпионата составил 25 миллионов рублей. Победитель каждой весовой категории, кроме призовых 500 тысяч рублей, получит автомобиль, а серебряные медалисты по 250 тысяч рублей. И на сегодня это все. Смотрите нас также на официальном сайте nntv.ru. Я с вами прощаюсь. Хороших вам выходных. Субтитры создавал DimaTorzok